Вот, извините, Дмитрий Сергеевич, вот там вот, смотрю, дайте слово Вологодским оптимистам. Вологодские оптимисты, пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, извините, да, я нарушаю ваши планы, что-то. Как нужно обратиться, в конце концов, к коренной России? Владимир Владимирович, вопрос о импортозамещении. То, о чем сегодня так много говорили, и то, на чем сейчас стоит наша экономика. Ну, сможем быть самостоятельными, победим, если не сможем, то проблемы. Вопрос. Не считаете ли вы возможным создать в России клуб, в ближайшее время, клуб производителей, наиболее ярких таких представителей бизнеса, которые в этом направлении добились максимального успеха? Я почему об этом задаю вопрос, потому что буквально вот в небольшом муниципальном образовании есть предприятие, которое за короткий срок создает феноменальное производство, тратит, производит продукт мирового качества, получает прибыль. И как оно тратит эту прибыль? Оно тратит ее по двум направлениям. Первое – это развитие производства, то есть постоянное развитие, увеличение объемов. И второе – это реставрация православных храмов. И вот в связи с этим вопрос. Такие люди должны быть отмечены. Такие люди должны быть отмечены, потому что вкладываются миллионы, сотни миллионов рублей, а по меркам провинции, вы сами понимаете, что это очень большая сумма. Мотивация таких людей на уровне России, федерального правительства и вас лично, она была очень актуальна. Как вы к этому относитесь? – Хочу поблагодарить только тех людей, которые занимаются такими проектами, помогают восстанавливать наши исторические и духовные ценности. Это касается не только православных храмов, это касается и синагог, это касается других культовых зданий по всем нашим традиционным конфессиям, включая ислам, включая буддистов. У нас в Москве, кстати говоря, есть некоторые проблемы и с буддийскими храмами. Я знаю об этом, будем помогать обязательно это делать. Что касается импортозамещения, вы сказали, это либо мы победим, либо будет проблема. Проблемы всегда есть, и они всегда будут. Но мы точно победим, и сомнений быть не должны. И вот почему. Потому что вот это так называемое импортозамещение, оно даёт свои плоды. Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10% пунктов. Если это было там 49 с чем-то, то сейчас 39. Это очень серьёзная вещь. У нас очень серьёзные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей. Фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, лёгкая промышленность. Я уже не говорю про… Да, это тяжёлое машиностроение, дорожная техника. Она почти 100% уже чисто российская. У нас реально серьёзные изменения пошли в этом отношении. Я уже не говорю про оборонку. То есть серьёзные внутренние структурные изменения. И особенно в этой сфере чрезвычайно важно, чтобы достичь технологической независимости. В сельском хозяйстве. Вот у нас мы говорили о росте инфляции в прошлом году. В этом году с ростом сельхозпроизводства инфляция в силу ряда других обстоятельств, но тем не менее и в силу этого обстоятельства тоже стало значительно ниже. Поэтому у меня сомнений нет, что мы добьёмся нужного нам результата. Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, она хочет развиваться и будет развиваться на высокотехнологичном направлении. Должна быть частью мировой. Так и будет. Но там, где у нас возможно восстановление, либо воссоздание, либо новые совершенно шаги в нашей компетенции, особенно высокотехнологичной, мы обязательно будем по этому пути идти и, уверен, добьёмся хорошего, нужного нам результата. Можно, Валерий? Можно. Спасибо. Я видел, там, в том секторе, если перейти, советский спорт. Николай Еременко, советский спорт. Мы старейшее спортивное издание в стране, 92 года, и многое видели на своём веку, но мы ведь не только про очки, медали, секунды пишем, переживаем за спортивные судьбы страны, и иногда складывается такое впечатление, что побольше, чем иные чиновники, к сожалению. Мы были свидетелями того, как после двух докладов господина Макларена ряд чиновников пережил, пусть и не сразу, увольнение или, скажем так, перемещение. Можно ли говорить, что сейчас ситуация с допингом в стране после принятых кадровых решений на пути к очищению, к тому, что ситуация исправится, или это пока недостаточно? Ну и второй подвопрос ещё, вот этот мегамонстр ВАДА, на ваш взгляд, он может быть реформирован, или кто-то придёт ему на смену? Это ведь вопрос не чисто спортивный. Многие усматривают в нём всё-таки политическую составляющую, и есть ли она эта составляющая, на ваш взгляд? Спасибо. Прежде всего, допинг как таковой и проблема допинга. Во-первых, в России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Вот это первое, я хочу ещё раз это сказать. Второе. У нас, так же, как в любой другой стране, проблемы с этим есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДой должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, это дело не только в кадрах, а в системно-структурных изменениях, они помогут нам решать все эти задачи. И, кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура расследуют всё, что связано с применением, использованием допинга, и, безусловно, доведут это всё до логического завершения. Вот если говорить о тех так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там всё подряд или что-то придумывают, может быть, уже, хотел бы что сказать. Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который возглавлял у нас российское антитопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он и делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом себе могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США вот эти запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. Вы знаете, что такое? Многие из вас пересекают границу США и Канады. Очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей, его братья применять. А те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он ещё против них придумал какие-то санкции. Потом, когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там всё сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят просто и всё, никому такие не нужны. Чего же он здесь не боролся? Вы понимаете? Но поэтому меня это как бы наводит на определённые мысли, что его там кто-то и вёл. Дождались определённого момента и сделали вброс этот. Но это не значит, что у нас этого нет. У нас это есть, и мы должны с этим бороться. Надо это признать и делать это, прежде всего, думая о здоровье спортсменов. Но по поводу ВАДы я не считаю себя вправе давать оценок деятельности ВАДы. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уже говорил об этом, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и ВАДы, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы. То есть, что это значит? Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных. Что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это что такое? Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это всё в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима. Мне трудно не согласиться с теми выдающимися спортсменами, которые в отношении, скажем, последних решений, связанных с переносом крупных соревнований, говорят о том, что не было известно, а если известно, почему сейчас вбрасывается. Вы знаете, безусловно, есть определённая политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт, так же, как и культуру, от всякой политики. Потому что спорт и культура – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их. Владимир Владимирович, я хочу спросить о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам. Не секрет, что сейчас это очень актуальная тема. И второй мой вопрос заключается ещё в том, планируется ли дать больше самостоятельности регионам в финансовых возможностях. В развитии темы хочу дополнить об Алтайском крае. Государственный долг нашего региона составляет 6% по отношению к собственным доходам краевого бюджета. Это наименьший показатель в Сибири и шестой по России. Владимир Владимирович, планирует ли государство поддерживать именно такие регионы, которые не живут в долг, не берут кредиты в коммерческих банках, а живут по своим средствам и ведут взвешенную финансовую политику? Спасибо. Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия для того, чтобы они не утратили этого качества. И помогаем в развитии инфраструктуры, допустим. Вот так же, как в Московской области, либо в Москве. Мы многое делаем для развития инфраструктуры московского региона. Достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и Московской области. И по другим регионам то же самое, скажем, по Петербургу. Только что западный скоростной диаметр ввели в действие. Уникальное сооружение транспортное, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам есть тоже такие хорошие примеры. Что касается задолженности регионов, да, это вопрос серьёзный. В соответствии с правилами правительства, Министерства финансов, собственные доходы региона, вернее, их задолженность не должна быть больше 50% собственных доходов. В этой связи Алтайский край, он действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную профессиональную бюджетную политику, высокопрофессиональную бюджетную политику. Только пять регионов, кстати говоря, только пять регионов нарушили этот принцип. И им нужна, конечно, особая поддержка, и они требуют особого внимания. Но в целом, всё-таки эта проблема серьёзная, в целом задолженность регионов свыше двух триллионов рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В текущем году, по-моему, 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%, ну, под такой символический процент годовых. Эта работа будет продолжена дальше. И в следующем году мы тоже предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы. Если можно... Вот, смотри, BBC. BBC. Да, вот сюда. Ну да, в центральный сектор, в центральный, пожалуйста. Сейчас мы сюда тоже переедем. Хочу задать вопрос на английском языке. Стиверсон, BBC, новости. Господин президент, ваша страна, я обвиняю, что она спонсирует хакерские атаки и вмешивалась в противоположную кампанию США. Президент Обама намекнул, что он думает, что Российская Федерация за этим стоит. И, наверное, вы тоже, потому что в России молча происходит без вашего ледома. И он сказал, что он вам лично сказал прекратить все это. Что же вы ответили ему на это, господин президент? Можете ли вы подтвердить, что Вашингтон предупреждал вас не вмешиваться в американскую предвыборную кампанию? Было послание по так называемому красному телефону. Это горячая линия, которая существует между вашими двумя странами. И еще хотел бы по Дональду Трампу поговорить. У него был в Твиттере пост вчера насчет усиления своего ядерного потенциала. Вас не беспокоит, что может быть новая гонка вооружений в связи с этим? Новая гонка вооружений, она, вернее, предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне. Это очевидная вещь. Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что она будет создавать для себя зонтик антиядерный, то вторая сторона должна либо создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду пока сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы противоракетной обороны и совершенствования ударных комплексов. Что мы и делаем, и делаем успешно. Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов. То, что мы продвинулись достаточно далеко по этому направлению, да, мы делаем это, делаем это эффективно, но в рамках наших договорённостей, я хочу это подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, в том числе и СНВ-3. Все договорённости по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются. Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах и смотрели, как производятся там у нас ракеты и ядерные заряды. Никто об этом не подзабыл, нет? И вместо того, чтобы вот в таком режиме сохранять наши отношения, Соединённые Штаты вышли из договора по ПРО. Не мы же это сделали. Поэтому, да, но мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. Она, эта система, гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона на сегодняшний день. Это правда. Но это, может быть, и вызывает желание в Соединённых Штатах совершенствовать свои ядерные арсеналы. Ну, да, мы знаем, так они это делают. Вот, скажем, замена тактического ядерного оружия, расположенного в других странах, в том числе в Европе, в том числе у вас, в Великобритании, она же происходит. Это же делают. Я надеюсь, что слушатели и зрители ваших программ и пользователи интернета знают об этом. В Турции, в Великобритании, в Нидерландах происходит замена тактического американского ядерного оружия. Поэтому, если уж и кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы. Но хочу подчеркнуть, это тоже очень важно уже для внутреннего нашего потребления, внутриполитического. Мы никогда не пойдём на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману. Я вот отвечаю вначале на ряд вопросов, которые здесь прозвучали, уже сказал. У нас в 2011 году расходы на оборону были 2,7%, в этом году 4,7%, но уже в следующем будет 3,3%, а к 2019 мы 2,8%. И так мы будем эту планку сохранять, потому что мы уже сделали необходимые вещи для того, чтобы выйти на такой тренд модернизации, которая должна привести к тому, что у нас к 2021 году 70% будет новейших и новых вооружений. Сейчас это где-то уже под 50% в отдельных сегментах, под 60% в ядерной составляющей 90% уже. Поэтому нас всё устраивает, мы полностью реализуем все свои планы. Что касается вмешательства и того, о чём мы говорили с президентом Обамой. Если вы обратили внимание, я никогда не говорю о том, что мы с глазу на глаз говорили со своими коллегами. Вот первое о вмешательстве. Я уже говорил, что и вот одному из ваших коллег из Соединённых Штатов отвечал, проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали в самих себя эти проблемы. Вот и всё время забывают о главном. А что является главным, на мой взгляд? Вот какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. А и какие-то хакеры это сделали. Но, как совершенно правильно сказал избранный президент, кто знает, что за хакеры? Может, они в другой стране находились, а не в России. Может, и кто-то просто лёжа на диване и в кровати это сделал. А сейчас ведь очень легко показать страну происхождения атаки, будучи совсем в другом месте. Но разве это главное? Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они что, разве что-то там скомпилировали, подтасовали? Да ведь нет. И лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является что? Что после того, как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии одного кандидата против другого, против господина Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду. И вместо того, чтобы извиниться перед избирателями и сказать, ну, простите, чёрт попутал, больше не будем, исправимся, вместо этого начали кричать по поводу того, кто произвёл эти хакерские атаки. Разве это важно? Ну, а что мы говорили между собой с президентом Обамой, я повторю ещё раз, я никогда об этом публично не говорю, это моё правило. Мне известно, что о том, что мы якобы обсуждали с господином Обамой, сказал его помощник публично совсем недавно. Ну, спросите моего помощника, он вам ответит. Господин Песков здесь находится. Так, давайте, может быть, в регионы. Вот по экологии, извини, экология – это важно. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за возможность задать вопрос. Хочу поздравить с наступающим Новым годом, лично вас пожелать здоровья и всем коллегам здесь, в зале и вообще всей стране. У меня вопрос стратегически важный, он касается экологического развития России. 2017 год объявлен вами годом экологии. И я знаю и напечатал в газете ваш указ, что 27 декабря будет проведён Государственный совет по стратегически важной теме экологического развития России для будущих поколений. Это впервые звучит вот так вот в идеологии на официальном уровне, что экология для будущих поколений. И я хотел задать вам вопрос, не провалят ли чиновники предстоящий год экологии, потому что, как я помню, я 17 лет издаю газеты, да, я представлюсь, Сергей Лисовский, газета «Общество экологии», главный редактор, 17 лет издаю уже в Петербурге. И я на своём опыте вижу, что 2013 год, который вы также объявляли годом экологии, он был фактически провален чиновниками в тот период. И на G20 тогда как раз вопрос задавал, и вы признали это. Сказали, мы исправимся. Это была стенограмма есть на Кремлин.ру. Поймали. Да. Так вот, у меня есть конкретное предложение, у меня большой опыт в этом плане. Хотелось бы, если можно, попасть на Государственный совет, если есть такая возможность, 27 декабря. И у меня конкретное предложение и вопрос, можно ли так сделать, чтобы при посольстве, по всей земле, при посольствах Российской Федерации открылись экологические отделы, и они формулировали внутреннюю политику России на внешний уровень. Потому что Запад сейчас, на мой взгляд, отошёл от экологии. Он занимается всем, чем угодно, манипуляциями, разведением войн, революций по всему миру. Но тот вопрос, который звучал тогда с Запада в 90-х годах об устойчивом развитии, он у них ушёл на какие-то 105-е позиции. А Россия, наоборот, сейчас выводит экологию на первые позиции. Это первое, открыть отделы. И второй момент, самый главный, наверное, для внутренней политики России, о том, чтобы информационно-экологическую политику на телеканалах изменить в сторону экологического и патриотического изменения. Потому что там можно увидеть что угодно. Шоу, гламур, он и так разрушает сознание молодёжи. А если бы были экологические передачи, патриотические передачи, они бы изначально формулировали такое мировоззрение, целостное мировоззрение у человека, что нам бы не пришлось бороться с разными последствиями, коррупцией, ещё какими-то вот такими нехорошими делами. То есть люди были бы более здоровы, по сути дела. Поэтому вот такой вопрос у меня. Спасибо большое. Значит, Вы, с одной стороны, сказали, что в 2013 году всё провалили, а с другой стороны, тут же вот только что сказали, что мы многое делаем для того, чтобы сохранить природу. И немножко напали на наших западных партнёров в связи с тем, что они мало делают. Я не соглашусь с Вами в том, что в западных странах, в США, в Европе меньше, чем раньше, заботятся о сохранении природы. И лучшее доказательство тому – это усилия президента Франции по поводу принятия парижских соглашений по сокращению выбросов в атмосферу. Франция проделала колоссальную работу по этому направлению и проделала её не без успеха. Мы договорились, это был сложный процесс, договорились по ограничению выбросов. Россия, как известно, взяла на себя достаточно жёсткие обязательства и не сомневаюсь, что мы их выполним. Насколько будут выполнять другие страны, мне пока сложно сказать. Мы должны ещё заняться вопросами имплементирования этих договорённостей в практическом плане. Мы к этому готовы. Мы должны посмотреть, как технологически будут складываться договорённости по осуществлению парижских соглашений. Но мы будем это делать. В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколением оставить процветающую в этом смысле экологии страну. Меня очень беспокоят и загрязнения, очень беспокоят огромные вот эти свалки. Мы совсем недавно на форуме Общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили. Я сейчас не буду занимать время у всех собравшихся и других вопросов много. Но вы знаете, что здесь есть определённые планы у правительства. Мы будем всё это осуществлять. Другое направление – сохранение лесов. Здесь точно не обойтись без изменений в действующую нормативную базу. Нам и нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьём, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Но не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов. Потому что если мы этого не будем делать, если мы не будем заботиться о лесах и парковых зонах в населённых пунктах, вокруг крупных городов, у нас скоро вообще ничего не останется. Потому что вытаскивать лес из этих мест легче всего, дешевле всего, там дороги, инфраструктура – это требует очень серьёзного, вдумчивого подхода, анализа, в том числе и с такими организациями, как ваши, и со средствами массовой информации. Я очень благодарен и вам, и вашим коллегам, которые занимаются этой работой. В лес лазают, там топоров не боятся. Это такая боевая на самом деле работа. Я очень надеюсь, что мы будем с вами вместе её продолжать. И я вас приглашаю на это заседание госсовета. Дмитрий Сергеевич, пометьте, пожалуйста. Спасибо. Вот секундочку, там, извини, Дмитрий Сергеевич, вот там есть, да-да-да, пенсия написано, пенсия. Вопрос чрезвычайно важный. Если есть вопросы, пожалуйста. Не забывайте представляться. Добрый день. Юлия Измайлова, редактор газеты «Молодой Ленинс», Пенза. Вопрос такой. У нас ряд категорий граждан выходят на пенсию досрочно. Но сейчас учители случаи, когда тем же педагогическим и медицинским работникам приходится в суде оставить своё право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос, не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий? И если позволите, скажите, что ждёт пенсионеров в следующем году? Спасибо. Вы знаете, сами, если занимаетесь этим вопросом, что ещё совсем недавно, в 90-е годы, в начале 2000-х, у нас уровень пенсионного обеспечения, уровень пенсии был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравнилка в этой сфере. И многие люди указывали нам на это, говорили о том, что это несправедливо. Были произведены серьёзные изменения. В чём они заключаются и на чём сегодня основана пенсионная система? На трёх элементах. Первое – на стаже. Второе – на уровне заработной платы до выхода на пенсию. И третье – на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав. Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему. Что касается досрочного выхода, да, действительно, это один из вопросов, который требует дополнительного внимания. Это требует тщательного анализа. У нас очень много категорий выходящих на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперёд и говорить о том, что там и как планируется. Но одно хочу отметить – любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно. Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5000 всем пенсионерам, вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5000 будет даже больше, чем, возможно, была бы индексация в течение года. Ну и в следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года. То есть мы вернёмся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проинвестированы социальные пенсии. Вот давайте и Тартас, а то у нас как-то такие информационные гранды чуть-чуть остались за бортом. Агентство ТАСС Вероника Романенкова. Вопрос про Украину. Украинский кризис приобрёл характер замороженного. Такое ощущение, что стороны давно перестали слышать друг друга. Где выход из тупика? Вот есть нормандский формат. Насколько он эффективен? Не было ли желания что-то изменить? И вообще, решают ли встречи ваши с лидерами Германии, Франции, Украины что-либо? И, кстати, как вы относитесь к перспективе введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом? Спасибо. Вот ещё коллега поднимал плакатик «Украина». Пожалуйста, и вы сразу задайте по Украине вопрос. Я попробую это всё вместе объединить. Это, кстати, журналист из Украины, который уже много лет работает в Москве. Спасибо. Не уверен, что получится объединить. Владимир Владимирович, за последние годы ваша страна под вашим руководством отловила так много граждан Украины, что режиссёры с мировым именем просят вас освободить украинского режиссёра. Я, как корреспондент украинский, хочу вас попросить проявить милосердие и отпустить корреспондента Украиноформы Романа Сущенко, потому что дела против граждан Украины выглядят политически мотивируемыми. И если пытать людей, как крымских диверсантов, захтея и панова, то шпионажи в пользу Украины, признаюсь, я и даже вы. И вот всё-таки я хотел бы конкретизировать вопрос. Вы часто говорите, что были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях, и понимаете ли вы, что даже если вы когда-то уйдёте на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами? Спасибо. Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Вот о чём нужно думать. Это первое. Второе, что касается освобождения. Мы делаем всё для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В своё время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чём заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которые украинские власти считают законно осуждёнными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно. Теперь по поводу режиссёров и журналистов. Режиссёры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие – производством спектаклей и фильмов. Теперь по поводу задержанных военнослужащих, сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации, являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад не только фамилии, имя, отчество, установочные данные, но и название своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Они всё выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это всё прекратить. И вот если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы. Теперь по поводу журналистов и кинорежиссёров. Ну, конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссёр, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов, его отпустить только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссёра, а завтра что? Должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам. Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие. Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею. Да, я же не ответил на ваш вопрос. Вопрос ТАСА, да. Да, вопрос ТАСА. Вы действительно были правы, трудно объединить. Ещё раз, значит, что там? Минские соглашения? Нормандский формат? И что ещё? Вот сзади микрофон, возьми. Ваше мнение о возможности введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом? Ну, нормандский формат, он действительно не демонстрирует такой сверхэффективности. И остаётся только сожалеть о том, что он работает так вяло. Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать довольно быстро. Чего бы не хотелось. Вот что касается безвизового режима для граждан Украины со стороны Европы. Я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе вообще – она хронизм холодной войны. И нужно от него избавляться как можно быстрее. Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, что это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идёт о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос, увеличится ли поток, тем не менее, рабочей силы из Украины в Европу. Конечно, увеличится. У нас в России только по предварительным данным работает 3 миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим, и если там зарабатывают чуть больше, конечно, люди даже из России попробуют переместиться туда. Я уже не говорю о тех желающих переехать с Украины работать в Европу. Это будет серьёзная нагрузка на рынок труда. Что здесь в Европе? Что здесь, мне кажется, может быть отрицательным для самой Украины? Если не будет дано право на работу, то тогда люди из Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально. То есть, они будут приезжать, скажем, на 3 месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Но это значит, что они будут нелегально работать. Это значит, что они не будут социально защищены и вообще никак не будут защищены. Это будет просто такая жёсткая эксплуатация. И это плохо. Поэтому, если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно разрешать и право на работу. Давайте первому каналу дадим вопрос. Турция давайте. Турция? Да. Ну, тогда после Турции первый канал. После Турции первый канал. Сейчас. Фуат Сафаров, агентство «Спутник», Турецкая редакция. Уважаемый Владимир Владимирович, впервые Россия и Турция смогли решить очень глобальный важный вопрос в Сирии без участия Запада. Речь идёт об Алеппо. Значит, Россия и Турция есть такой потенциал. На дальнейшем смогут ли Анкара и Москва воспользоваться этим потенциалом? Удастся ли Ирану, Россию, Турции выстоять против коварных игр на Ближнем Востоке? Этот новый треугольник, треугольник Альянс способен ли сыграть ключевую роль в сирийском угрыблении? Позвольте второй вопрос. Вы с Эрдуаном в октябре 2015 году договорились по Сирии. Это был неофициальный договор. Затем в Сибири российский самолёт. В июне начался процесс нормализации отношений. Вслед за этим была попытка переворота. Сегодня, когда Россия и Турция начали взаимодействие по урагониму Алеппо, произошло убийство посла России в Анкаре. Каждое слово это совпадение. Спасибо. Давайте начнём с завершающей части вашего вопроса, с трагедии, которая недавно случилась, имея в виду убийство нашего посла. Думаю, что это, конечно, прежде всего было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Безусловно. Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолёт наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудниками спецназа, я уже начинаю менять своё мнение. Мне уже кажется, что всё возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер. Я сейчас не считаю себя в праве переводить на кого-то стрелки, кого-то в чём-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитие российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность значения российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать, имея в виду, конечно, турецкие интересы, но и не в последнюю очередь российские. Нам удавалось в последний год, после нормализации, точнее, отношения, удавалось находить вот эти компромиссы, рассчитывая, что эти компромиссы мы также успешно будем находить и в будущем. Теперь, что касается Алеппо. Действительно, огромную роль в урегулировании ситуации вокруг Алеппо, и это было связано ещё и с разменом, и с деблокированием нескольких населённых пунктов, в которых большинство граждан составляют представители шиитского направления в исламе. Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент, и вообще руководство Ирана. Не знаю, прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России это было бы просто невозможно. Поэтому всё это сотрудничество в трёхстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Причём, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе, вот сейчас только министр обороны мне докладывал о том, как происходила работа на завершающем этапе, без боевых действий, потому что мы организовали, а там тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооружённые группировки и их представители, но и женщины идти. Речь идёт о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи из других населённых пунктов в обмин на вывод из Алеппо. Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну и при нашем самом активном участии. Но, разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли, и работа, которая была проведена президентом Сирийской Арабской Республики господином Асадом и его сотрудниками. Поэтому практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать. Но я бы не забывал интересы и участие других сторон региона – это и Ордания, и Саудовская Аравия, это, конечно, и Египет, но, безусловно, без такого глобального игрока, как Соединённые Штаты, тоже было бы неправильно решать вопросы подобного рода. Поэтому мы готовы работать со всеми. Следующим этапом, сразу хочу сказать, чтобы уже не возвращаться к этой теме, считаю, должно быть заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии. И после этого сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана – Астану. Президент Турции с этим согласен, Ирана согласен, сам президент Асад согласен. Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы. Очень надеюсь на то, что нам это удастся поставить на практические рельсы. Давайте туда все-таки переедем. А Первый канал обещали. Да, Первый канал, да, пожалуйста. Пожалуйста. Входит в традицию. Я на прошлой пресс-конференции три раза пытался. Владимир Владимирович, Атон Верницкий, Первый канал. Внутри российской ситуации вопрос про налоги и сборы. Существуют налоги. Подоходный налог, налог на недвижимость, который постепенно в течение пяти лет увеличивается и достигнет своего максимума. Там по 20% прибавляется. Но помимо налогов, которые мы все исправно платим, существуют и сборы, которые очень похожи на налоги, но которые налогами не являются. Это, например, сбор на капитальный ремонт зданий. Медицина. Вроде как бесплатная, но часть услуг платная. Образование. Ребенок входит в школу, но часть дополнительного образования за денежки. Те самые парковки в Москве. Понятно, в центре парковаться за деньги уже народ, наверное, привык, но сейчас парковки подбираются уже к спальным районам. Вообще в курсе того, что происходит на этом фронте и ждать ли нам каких-нибудь неожиданностей на этом направлении? Спасибо. Вы знаете, нужно разделить налоги и неналоговые сборы. Налоги на граждан складываются из трёх составляющих. Первая – это НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Это налог на транспортные средства и налог на имущество. Вот три составляющие. Они остаются у нас наиболее низкими в мире вообще. Начнём с налога на доходы физических лиц – 13%. Конечно, вы знаете, когда мы в 2001 году вводили эту плоскую шкалу 13%, было очень много сомнений, и у меня тоже было много сомнений. Я боялся, как бы бюджет не потеряет доходы, потому что те, кто зарабатывает больше, должны будут платить меньше, будет ли обеспечена социальная справедливость и так далее. Я уже говорил несколько раз, но весь необходимый, вижу ещё раз сказать, каков был результат после введения плоской 13% шкалы на доходы физических лиц. Сборы налога на доходы физических лиц увеличились, внимание, в 7 раз. И вот эти средства, которые поступают в казну, они потом распределяются для решения социальных задач. Вот в этом и есть социальная справедливость. Значит, можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических лиц? Можно, но может быть, это и будет когда-то сделано. Но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что как только мы начнём это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы там запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов всё это приведёт к уклонению от уплаты налогов. И доходы в бюджет сократятся. Что касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, не меняя эту плоскую шкалу. Как? Ну, такие решения уже приняты. Имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства. Это уже сделано, можно тоже настраивать эту систему. Увеличение налога на дорогую недвижимость. Это тоже сделано. Можно тоже здесь настраивать её. И так далее. Теперь вторая составляющая – это неналоговые сборы. Знаю ли я, что происходит? Ну, конечно, знаю. Знаю ли я в деталях? Конечно, нет. Но разве можно? Ведь, понимаете, это неналоговая система. Это тарифы и сборы, которые устанавливаются либо на уровне муниципалитетов, которых тысячи, или на уровне субъектов федерации. Но там всё отследить очень сложно. Это проблема. Я сейчас скажу, как мы предлагаем её решать. Потому что нагрузка действительно растёт. А как предлагается её решать, эту проблему? Ну, надо, во всяком случае, видеть, что происходит в этой сфере. Для этого правительству поручено, и в следующем году, по-моему, к июню должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей с тем, чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах, в муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки, а потом соответствующим образом регулировать. Но что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, что мы заморозили рост тарифов. Мы исходим из того, что, скажем, тарифы, как производные от тарифов на электроэнергию и на тепло, они будут соответствующим образом отражаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно. Но самый главный способ в этой сфере сдерживать рост тарифов – это понижать инфляцию. И я уже в начале нашего разговора сегодня говорил, в прошлом году 12,9, в этом году она будет рекордно низкая вообще за всю новейшую историю России. Вот если мы дальше будем работать по её подавлению, ну, скажем, выйдем на уровень 4%, то это существенным образом стабилизирует ситуацию с тарифами.